Девушка, билетик предъявляем? Билетики предъявляем. Вы на какой фильм пришли? Память воды. У вас с памяти все хорошо? Вы билетик взяли? Сложно ли авторское кино снимать? Я думаю, что это сложно, как в любом месте. Но это тоже связано с тем, что он не имеет, чтобы делать кино. Я думаю, что если он не имеет много сил, то это очень легко. Я думаю, что деньги не могут делать кино. Я думаю, что главный вопрос – это иметь хорошую историю и иметь интересную способность, в которой он хочет рассказать эту фильм. Как продюсера вы ищете для своих фильмов? В общем, мои фильмы финансируют по-продукциям с Чили и странами европейских, как Испания, Альманск, Франция. Очень сложно сделать фильм с автором или латиномерским, если мы не имеем по-продукциям с этими странами. В каких странах вы снимали? Я думаю, что много в Чили, но я еще не могу сделать фильм. У меня есть любимый фильм, и опять же я её тоже в Европе. Но в общем-то большом ролике, что они, другим образом, они таки только представлены настаточном месте. Рассказываются мне запрещенные по-производства в храмах, можно уиквировать ролик в храмах, можно использовать акторы из других стран. В общем-то, в общем-то, там есть фильмы, которые также представлены на многих странах. Какие он больше не wichtен, microscop Are you? В общем-то, они тоже мне очень любят. Это уже очень это познание. И, конечно, есть очень страдающие исторические истории, очень интересно и очень красиво и очень красиво Вы сами режиссеры авторского кино пока короткометражный Ну, но это же самое это просто история, которая рассказывает я думаю, что трудно делать в короткометрах это же самое, что делать в целом рассказать хорошую историю я была на питчинге, защищала свой проект и у меня память воды была как референс один из референс моего проекта В серьезно? Вау! Muchas gracias Muchas gracias, qué lindo А насколько сложно было, допустим, работать с Еленой Анайя которая в этом фильме играет девушку женщину, которая потеряла ребенка при том, что у нее не было ребенка на тот момент Это очень большая актриса Это очень легко работать с такими актрисами Это первое И потом Но мы не сделали Мы работали в обладательстве сферы, просто мы работали из begins afinки. Обратите внимание, что ли будет мне, что ли будет мне пациентка, что ли будет нас, ли будет нам, в отношении с ситуацией как с ума потерпись с ребенком. Я не мое плывание, не мое плывание, но я не плываю, что ли будет меня под этим, что ли будет меня в ситуации. И так же случилось с Elena, например, что есть огромная актрис, мы работаем много, мы делали много решений, и я очень рада вам с ней, чтобы делать то, что мы сделали с ней. В чем сложность вообще съемки тихих фильмов, ну таких фильмов, где мало героев, нет экшена? В чем есть, не просто лавровка и не дам сил, а что у него много решений, много думалов, в чем что он не замкался, но все происходит через него. Тобаво как директор имеет назначения тем, в котором он свойствуяк, в котором он разрешен, можно эксперимену, можно не поймать и не смог из ошибки, попробовать, попробовать и сделаем. И когда я смотрю на фильм, я хочу предложить этот креативный espacio для того, чтобы он был свободен от того, чтобы работать. Пожалуйста, Маттиас, и помогать нам будет программный координатор Института Сервантаса в Москве, Татьяна Игорева. Большое спасибо всем, что вы здесь. Это мой honor представить «Мемория и лава». Это правда, что это первое, что вы видите здесь, в России. Спасибо большое, большая честь сегодня выступать перед вами. Я очень счастлив, что нам удастся сегодня, первый раз, это правда, показать в Москве фильм «Помить воды». А я правильно понял, что это первый вообще чилийский фильм в этом зале, да? В этом зале, да? Я правильно понял. Несмотря на мой плохой русский язык, но тут мне говорят, на ухо нашёктовали, поэтому правда… И первое, латиноамериканство. И я добавляла, например, «Латиноамериканное генеральное». Ну, это огромная ответственность. Я надеюсь, что это будет фильм не последний, а всего лишь первый. И, возможно, я могу сказать, что это фильм, которую мы делаем 5 лет, с момента, когда нам случилась идея, до момента, когда она появилась. Единственное, что скажу перед показом, что над этим фильмом мы работали 5 лет. Ровно 5 лет прошло с момента, когда мы задумали эту идею до премьеры. И главная задача построения этой истории, сценария этого фильма, было сделать так, чтобы эта история была рассказана самым простым и самым честным образом. И спасибо вам, что вы пришли, и за то, что вы дарите мне 1 час 25 минут вашей жизни. Спасибо. И мне безумно интересно открывать новое и в процессе репетиции и в процессе съемки, а также еще и в процессе монтажа. Я думаю, что этот гион, я думаю, что это должно crescer очень сильно с актерами. Поэтому мы делаем эту сцену, а не публикаем эту гион, потому что мне кажется, что эта гиона всегда должна быть лучше, чем эта гиона. И это когда появляется возможность работать с невероятными актерами, которые, я думаю, дают жизнь в этот текст, я думаю, что это очень часто И затем начинается работа достраивания сценария, вот того скелета, который написал сценарий, актерской игрой. И здесь именно очень важно, что актеры отталкиваются от сценария и играют то, что в этой схеме не было сказано. И поэтому очень важно именно работать с такими потрясающими актерами, как те, которые участвуют в этом фильме, которые наполняют его своей игрой, своей жизнью. И вот это вот ощущение недосказанности, молчания, она приходит именно с их актерской глубиной. Но, respondiendo más, спецификamente на эту вопрос, я думаю, что мои фильмы очень короткие, и я, просто, как милиониста, с которым мы escribimos диалоги, и мы не получаем много информации о том, что мы не получаем. И вообще, в моем сценарии всегда, когда я этого еще сказал, что именно поэтому я снимаю кино, а не публикую книгу. Потому что это сценарий, который именно в фильме рождается, растет. А вот поэтому с Хулио наши сценарии, они всегда такие очень-очень короткие. И я не пишу подробных комментариев. У меня это чисто такие реприки, и между ними там вошел, замолчал, вышел, замолчал. И очень часто повторяется, замолчал. И мне кажется, что если я в таких режиссерских ремарках очень четко опишу, чего я хочу добиться от актера, то актер придет уже, пытаясь моим ремаркам следовать, а не принесет что-то свое. И от этого работу только потеряет. Как можно причинить час двадцать восемь боли. Это чудо. Это невероятно, после того, как вы видите эту фильме, как можно вызвать такой болезнью в 1 часа и 28 минутах. Как вы можете видеть это? Это не моя идея, в любом случае. Моя идея должна быть эмоционально, но в основном, что это будет вопрос. Что это будет вопрос. И что этот фильм тоже будет вопросом. Но идея будет рассказать историю на самом деле, в основном. И, в основном, что он видит историю, или видит историю, через глаза. оже на него или видит историю. Спасибо, Заболь. Спасибо, Заболь. Спасибо. У меня еще последний вопрос. Сцена финальная фильма, когда плачет главный герой, она хронологически снималась как? Она была последняя в съемочный день или нет? Да, в финале. Мы снимали все в конце. И когда я сказал все снято, актер продолжал плакать, потому что это был его как собственный плач. Но мой оператор никогда не перестает снимать, когда я говорю закончили. И всегда остается вот это, у нас осталась эта съемка. И на самом деле в этом плане, который у него снят, я как бы вхожу, начинаю обнимать актера и как бы это у нас осталось в архиве. Смотри, режиссер уходит. У меня еще 304 вопроса по поводу фильма. Но режиссеру нужно лететь в Лондон, как я поняла, или куда-то он летит. Да, к брату летит. Он летит к брату. А брат, кстати, композитор. Брат композитор этого фильма, да. И всех фильмов этого режиссера. Режиссер говорил, что у него сценарий полного метра занимает совсем мало страниц. То же самое у Андрея Загинцева, между прочим. Да, я думаю, что наши сценарии нужно тоже уместить на двух страницах А4. Это вполне достаточно.